Приветствую вас, уважаемые любители выпить. Вот вчера поставил имбирное вино и пока вот вот это сусло имбирная цвета антифриза, как видите, бродит, вот булькает, у меня остался имбирь, но имбирь аромат восхитительный, по вкусу попробовал тоже, ну приятный, такой имбирный, остренький, думал может что-то с него приготовить там, пожарить, но во-первых я его не чистил, а во-вторых этот имбирь какой-то попался мне в магазине, он сильно волокнистый, то ли старый, то ли что, не знаю, но есть его жевать не очень, поэтому, ну почему не выбросил, потому что и запах, и вкус, все при нем. Думаю, не поставить ли мне эксперимент, как раз вот бражку ставлю сахарную на самогон, не добавить ли этот имбирь в эту сахарную брагу, даст что-то, даст, не даст, все равно выбрасывать. В общем, вот развел дрожжи, они уже у меня вылазят, сейчас подготовил сиропчик сахарный, сейчас его перелью в бродильную емкость, ну и этот имбирчик тоже туда. Вот это такая у меня бродильная емкость, вот сюда сейчас имбирь. В общем, имбирь кинул, дрожжи уже начали вылазить. Так, сейчас я сюда перелью сахарную, хотел сказать самогонку, сиропчик сахарный. Теперь дрожжи лезут, лезут. И оставшийся сиропчик как раз все хорошо и размешается. Ну а теперь поставлю гидрозатвор, чтобы наблюдать за брожением. Такой у меня гидрозатвор, обычный стандартный, в бутылочку с водой, самого простой конструкции. Ну и думаю, конечно же, этот имбирь вряд ли даст какой-то привкус, аромат в конечном продукте. Интересно же попробовать. В общем, ждем пока перебродит. Перебродила моя имбирная брага, или точнее брага с имбирем. Пахнет феерично. Я туда еще шкурку с пол лимончика подбросил, чтобы было еще приятнее. Ну пахнет очень хорошо. Сейчас попробуем. Запах восхитительный. Вкусно. Имбирная брага. Ну ладно. Будем пробовать имбирное вино пить. А имбирную брагу все-таки эксперимент продолжу. Буду делать первую перегонку. В общем, всю эту брагу вместе с имбирем со всеми ошметками в перегонный пуку и буду без отбора голов и хвостов на максимальной скорости делать первую перегонку. После первой перегонки получилось у меня с головами и хвостами 3 литра 43% спирта сырца. Ну и теперь буду делать вторую перегонку. Пахнет. После первой, конечно, есть аромат имбиря. Но пробовать это не буду, головы и хвосты. Буду перегонять. Добавил в перегонный куб полтора литра воды, чтобы привести крепость не выше 30% в кубе. Выливаю сюда. Значит, отберу головы из расчета абсолютного спирта 11%. Это у меня будет в районе 140 миллилитров. Потом тело буду отбирать где-то так до 45-50% в струе. Ну а дальше, если будет желание, отберу хвосты, приведу все в порядок и перейдем к дегустации. Разбавил я имбирную водочку. Ну и, как видите, была бутылка уже так меньше. То есть я так дегустацию все оттягивал, чтобы она постояла, постояла. В общем, уже неделя, наверное, прошла. Но дегустацию оттягивал, а не пробовать, конечно, не мог. Что могу сказать? С каждым днем она становится лучше и лучше, как положено, крепкому напитку. Ну сейчас вспомним, какая она. Ну же то, как сразу только выгнал, и потом стал вкус меняться, стал становиться нежнее. Но, как это ни странно для меня, есть в аромате имбирь, хотя очень-очень слабый. То есть практически незаметный, но он присутствует. Я думал, что вообще не будет ни вкуса имбиря, ни запаха имбиря после того, как я его в браку киданул. Ну, ваше здоровье. Ммм. Она стала нежнее, чем в первый день. И что интересно, чувствуется имбирь. Но не такой резкий, как в имбирной настойке, а такой слегка обжигающий вкус имбиря. Такой, я бы сказал, даже слегка нежный вкус имбиря. Мало того, то есть очень приятно, что для меня удивительно. Я ждал, что ничего такого не будет. Это же все-таки не мацерат. В браге был имбирь. И я даже за это время попробовал вчера вечером вот так. Думал делать дегустацию, но как-то попробовал, не дошло. Можно даже эту водку так в бокальчик. Ну, можно коньячный взять. У меня винный, что, собственно говоря, для нас, людей, опытных, не принципиально. Ледик. И когда он начинает таять, раскрывается весь этот букет. И вот так по чуть-чуть, ну, такой вообще прелестный вкус. Такое какое-то сладковатое послевкусие. Такое легкое сжение. Ну, в общем, восхитительно. В принципе, если будете делать вино имбирное, то никогда не выбрасывайте имбирь из этого вина. В брагу его. И получается прекрасный напиток. Ну, если, конечно, у вас имбирь некуда девать или там склады имбиря у вас под боком, то можно и натуральный имбирь в брагу. Будет прекрасненький напиток. На, конфетка. А, это ж три бутылки водки вчера взяли и две конфетки. Так было плохо. Я решил теперь одну взять, чтобы хорошо было. Ну, в общем, ваше здоровье. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Делайте имбирную водку. Главное имбирное вино. И будет вам счастье. Всем пока.